Здравствуйте, братья и сестры! Я хотел бы сегодня поговорить с вами про одну из молитв, которая содержится в Священном Писании, которая постоянно читалась в древности, во времена Христа Спасителя, была одной из главных таких молитвных возгласов в религиозной жизни тогдашней. А именно «Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь един! И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением и всей крепостью твоей». Это слова из Писания, слова из книги «Второзаконие». Слова «Слушай, Израиль!» часто повторяются в обращениях Моисея к евреям. Сама книга «Второзаконие» — это книга, где Моисей повторяет закон евреям, уже приблизившись к границам земли обетованной, и Моисей приблизился к смерти. Он в землю не вошел, обещанный. Он умер, не дойдя до нее, и могила его неизвестна где, чтобы евреи не обожествили, его не достали из земли. И вот он повторил евреям закон, и потому называется «Второзаконие». В этой книге он часто обращается к евреям и говорит «Слушай, Израиль! Вот законы и заповеди, которые Господь поверил тебе исполнять. Слушай, Израиль! Вот ты входишь в землю, которая перед тобой, и веди себя там так-то и так-то и так-то». Среди всех этих «Слушай, Израиль!», которые по-еврейски звучат «Шмай, Израиль!» Есть такое «Слушай, Израиль!» «Господь Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твой всем сердцем, всею душою, всем помышлением, всею крепостью твоей». Мы обычно добавляем туда и ближнего своего, как самого себя, но это не оттуда. Эти слова из книги Левит, они добавлены потом уже в Евангелие, они читаются вместе, и история их, собственно, такова. Помните притчу о, опять-таки, о Самарянине, милосердном Самарянине, когда еврей подошел ко Христу, законник, и говорит, «Что мне сделать, чтобы жить вечно?» А Господь его спрашивает, «А ты как в законе читаешь?» Что пишется в законе? Как ты читаешь? Как ты читаешь? Потому что в законе много чего пишется. Важно ведь читать правильно, важно найти нужное, важно выделить самое главное, важно не потеряться среди моря слов и заповедей. Нужно понять правильно. Ведь Писание – это не то, что ты читаешь, а то, что ты понимаешь. Так говорили в средние века богословы средневековые скриптура, «Нон эст легенда», то есть не то, что читают, «сед интеллигенда», то есть то, что понимают. И Господь говорит, «Что пишет закон?» «Как ты читаешь?» И тот ему говорит, «Возлюби Господа, Бога твоего», и сказал эти слова. «А ближнего, как себя самого». Эти слова евреи добавляли уже во времена Иисуса Христа к этому «шма Исраэль», потому что они понимали, что нужно любить Господа, быть послушным Господу, молиться Господу. Прекрасно понимали, что всем сердцем твоим возлюбить – это значит молиться. Так говорили законники, что сердце – это орган молитвы. И там говорится, «Возлюби всем сердцем». Первое слово. Не умом сначала, а сначала сердцем. Всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. Говорит, полюбить сердцем – значит молиться Богу. Молись, будь послушан, ему люби его слово. И обязательно люби ближнего, потому что без любви к ближнему любовь к Богу не подтверждается. Она пустопорожник какой-то показывается. То есть она не доказывается. А может быть, даже является лицемерной. Как мы в Евангелии читаем, что потом в Новом Завете Иоанн Богослов говорит, что кто говорит, что любит Бога, а брата не любит, тот лжец. И во тьме ходит. Так вот, они это уже понимали к тому времени. И они уже понимали, что главное – это нравственное обновление человека. Что сердце важнее, чем в наружные обряды. К этому они уже доросли. И Господь говорит ему, правильно ты сказал. Он похвалил его. Говорит, сделай это и будешь жить. Твори так, и жив будешь. Потом он уже начал выкручиваться. Говорит, а кто же мой ближний? И тогда уже Господь, отвечая ему, привел в пример эту притчу о милосердном самарянине. То есть законник ответил правильно. Главное заповедь – это слушай, Израиль, Господь един и возлюби Господа, а потом возлюби ближнего, как себя самого. Это сказал еврей Христу. Законник – Господу. В другом месте, в Евангелие мы читаем, когда в храме приступали к Иисусу Христу искушавшие его, опять-таки, книжники, они спрашивали, учитель, какая заповедь большая в законе? Господь сказал прямо им, кратко и четко, что большая заповедь в законе есть следующая. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Все повторил это то же самое. И возлюби Господа Бога твоего. Я опять-таки повторяю вам все это так много часто себе, и вам, чтобы мы запомнили это, потому что нам нужно тоже это повторять. И возлюби Господу Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, всей крепостью твоей, и ближнего слоя, как себя самого. Вторая, говорит Господь, заповедь, подобная ей. Это о любви к ближнему. В этих заповедях весь закон и все пророки. И они согласились с Господом. Говорят, ты хорошо, сказал учитель. Правильно ты говоришь, что нужно любить Бога, и кроме нет никого другого, Бога, значит, и все ему отдать, душу все ему отдать, и ближнего любить, как себя самого. То есть, в первом случае, в притче о милосердном Самарине, Господь спрашивал еврея, еврей ему отвечал, и Господь говорит, ты правильно сказал. Там, в храме Иерусалимском, уже недалеко до страдания оставалось, евреи вокруг него, как пчелы вокруг ульи жужжали, искали его в чем схватить, и спрашивали, какая заповедь больше. И он им сказал, правильно ты сказал, учитель, это самая лучшая заповедь. То есть, никто не ошибся, все правильно, только нужно вложить душу в эти заповеди и исполнить их на деле. Мы с вами, христиане, не лишены повтора этих заповедей. Раньше они, только они одни, евреи, должны были с утра просыпаясь или вечером ложась, повторять про себя эти слова. Так они, кстати, и считают, что написано в Писании, что повторяй слова закона этого, когда ты ложишься или встаешь. И они так, действительно, когда он ложится, он говорит, слушай про себя, говорит сам себе, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един, и возлюби Господа Бога твоего всей душой, всем сердцем, всем помышлением. И поднимается утром и опять себе это повторяет. Только они имели такую привилегию и такую радость и благодать знать Создателя и постоянно себе напоминать, люблю ли я Господа. А ну-ка слушай, а ну-ка запомни, а ну-ка вспомни, что Господь должен быть любим тобой от сердца, от ума, от помыслов. А теперь мы теперь все можем этим заниматься. Теперь Христос нас научил этому и дал нам эти заповеди, две главные, любовь к Богу, любовь к ближнему. И мы должны поучаться в этом, мы должны сами себе их напоминать. Это звук трубы, который зовет воина на битву. Помните, апостол Павел в одном из посланий говорит, сколько есть слов в мире, ни одной из них не бывает бессмысла. И если не внятен будет звук трубы, то кто побежит на сражение? Трубой созывали раньше на сражение, на разные народные вещи, а у нас звук колокола собирает людей на молитвы, на народные собрания, и на пожар раньше собирал. Это внятный звук, который слышен далеко. Так вот, таким звуком трубы, звуком колокола, таким напоминанием внятным должна быть для нас память Божия, которая должна звучать в нашем сердце постоянно, и мы сами себе должны постоянно напоминать это и спрашивать. Ты, сам себя, спроси человек, я люблю ли Христа, как он спрашивал Симона, Симон Иоанн, ты любишь или меня? Вот я себя спрашиваю, я люблю ли тебя, Господи? Говорит, вспомни об этих словах, говорит, слушай, Израиль, потому что мы-то, христиане, тоже Израиль. Израиль в переводе означает «зрящий Бога». Это не слепец, это зрящий человек, тот, который видит Господа. Израиль – это имя, которое получил Иаков, когда боролся с Богом. Ночью боролся с ним и получил имя Израиль, потому что видел Господа и боролся с ним. И человеков, говорит ему, Господь, одолевать будешь. Мы – новый Израиль, который не по плоти, не от семени Авраама, но по вере Авраамовой живем. Мы имеем веру Авраамову, хотя от чресла его не родились, от других родились, но к вере его приобщились. И нам эти запады тоже очень нужны. Этот звук трубы, будящий нашу совесть. Человек ведь он главным образом проверяется по внутренности, а не по внешности. Вот сидят, скажем, в троллейбусе, в вагоне метро или где-нибудь еще, сколько-то там человек. Все устали, все с работы едут, и все прислонились головой к оконному стеклу, и все дремают. У одного в ушах наушники, и он слушает себе какую-нибудь музыку такую диковатую, потому что нормальной музыки люди сейчас слушают очень мало. Другой себе сейчас решает, что он будет делать в ближайшие выходные. Третий, скажем, не знаю, чем можно заниматься. Допустим, стихи по памяти читает, хотя это сегодня редко стало. Народ тупеет. Жизнь тяжелая и лени в душе много. А кто-нибудь себе сидит и говорит себе так, сам спит, а сам себе говорит, слушай, Израиль, Господь Бог, Твой Господь един, и возлюби Господа Бога Твою всей душой, всем сердцем, всем помышлением, и ближнего своего к себя самого. Потом он говорит, глаза смотрят, нет ли кого ближнего старше меня возрастом, чтобы встать, уступить ему место. Нет, вроде все помоложе. Можно закрыть глаза, почитать про себя, отче наш, веруя, живой помощью Вышнего, слава Вышних Богу, помилуй мне Божию. Потом объявили эту остановку, встал и вышел. Все сидели у окна, все присланились головой к стеклу, все устали после работы, но каждый занимался своим. И у каждого жизнь будет другая, братья и сестры, потому что мы все очень неодинаковые. От того, что в тебе, такова будет твоя жизнь снаружи. Зимой все деревья без плодов и без листьев. Но у кого сердцевина здоровая, у того весной будут плоды, а летом будут, вернее, весной будут цветы и листья, а летом будут плоды. А кто гнилой в середине, тот так и останется замерзшим без листьев и плодов. Поэтому поучайтесь в законе Господнем и напоминайте себе почаще эти главные слова из Писания, одни из главных слов из Писания, что нужно Бога любить всем сердцем, всей душой, упражняться в этом, побуждать себя к этому. И ближнего нужно любить как себя самого. Без этих двух половинок двоединства этого нет религиозной жизни, одно лицемерие и ненужное бредоверие. Поэтому вот наш труд, вот наша мысль, вот наше сердце должно куда вместиться. Ангела-хранителя, до скорой встречи, спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова